МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте! В начале выпуска его главные темы. Поделятся опытом и помогут в воспитании. Глава Мордовии обсудил с Советом ветеранов насущные задачи. Надежный тыл бойцов России в музее имени Воронина открылась фото-выставка жены героев. Спасибо за победу! Накануне Великого праздника гостей встречают ветераны. Домком друг человека. Чистота и благоустройство дворов и домов зависят не только от управляющих компаний. За победу встанем! В Саранске прошел большой предпраздничный концерт. Из Мордовии с любовью 5 мая к бойцам в зону специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарного груза. Ребята обеспечивают всем необходимым. Работу по сбору координирует рабочая группа, созданная по поручению главы региона Артема Сдунова. В составе очередной партии как необходимое оборудование, так и предметы питания. За процессом погрузки следили Анастасия Кулагина и Александр Овчинников. Поддержка близких и земляков – это очень важно. Надежный тыл придает нашим ребятам силы и веру в победу. А регулярно получаемые посылки делают легче в выполнении боевых задач и быт. С сентября прошлого года сбор средств для поддержки военнослужащих ведет региональное отделение Российского фонда мира. По состоянию на 5 мая уже перечислено более 100 миллионов рублей. На них закупается все самое необходимое, ориентируется при этом на просьбы и пожелания самих бойцов. Это мероприятие проходит у нас регулярно, потому что есть расходный материал, который нуждается в пополнении. И сегодня мы туда отправляем вновь бензогенераторы, дизельгенераторы, отправляем бензопилы, отправляем сетку-рабицу. Потому что, поскольку раньше туда были направлены автомашины, то сейчас они нуждаются уже в замене резины, поэтому мы отправляем туда шины. Уже не в первый раз в подготовке груза к отправке участвуют молодогвардейцы. А в честь приближающегося Дня Победы патриотическое движение запустило специальную акцию. Ребята отправляют на фронт знамена Победы. Также в отправке груза участвуют и родственники бойцов спецоперации. Они приносят продукты и мелкие личные вещи для своего близкого человека. Среди таких посылок была одна особенная – гитара. Как призналась супруга-получателя, весь взвод связистов ее мужа просила о таком подарке. Но не только еда, инструменты и другие полезные вещи могут принести радость бойцам. Регулярно туда уходят письма и плакаты от школьников. Их везем не только мы, их везут еще и волонтерские группы. Потому что, по словам наших бойцов, это то, что поддерживает их дух, то, что приносит им тепло и теплые вести с родного края. Сбор средств для поддержки наших военнослужащих продолжается. Перечислить деньги можно на единый счет регионального отделения Российского фонда мира. Анастасия Кулагина, Александр Овчинников, Народные новости. Беседы о настоящем и будущем ветеранских организаций республики. О задачах и планах. 4 мая глава Мордовии Артем Сдунов провел рабочую встречу с активом Совета ветеранов региона. На обсуждение были вынесены самые актуальные и злободневные темы. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Противодействие терроризму и экстремизму. С подробностями Юлия Мамаева и Станислав Семин. Встреча с активом Совета ветеранов республики прошла в самой доброжелательной атмосфере. В начале беседы, приветствуя представителей старшего поколения, Артем Сдунов подчеркнул, очень хорошо, что такие обсуждения стали системными и регулярными. Большое количество людей вы представляете, мы реально на наших встречах можем многие интересы учесть. Кому-то реально помочь. Для нас сейчас принципиально важно, для всех, я не буду разделять на советы, на правительство, нам сейчас принципиально важно с вами удержать правильные патриотические настроения в молодежной среде. Помимо этого есть много вопросов у людей серебряного возраста по социальному обеспечению, обеспечению равного доступа ко всем услугам. Много общественно-политических мероприятий, которые были инициированы, часть из них провели, где-то увековечили память, где-то нам еще это предстоит сделать. Поэтому все эти вопросы сегодня, и образовательные, и социально-экономические, мы сегодня давайте традиционно с вами обсудим. Председатель Республиканского совета ветеранов Иван Цыганок поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Великой Победы. Он поблагодарил руководителя республики за поддержку. Отметил старшему поколению в Мордовии, уделяется действительно большое внимание. Сегодня актив ветеранского движения региона реализует множество важных задач. Это и забота о пожилых, которые остались без родных и близких, и формирование гуманитарной помощи для участников спецоперации, и, конечно же, военно-патриотическое воспитание молодежи. Все делают для того, чтобы воспитывать нашу молодежь на примере наших старших поколений. И героев Великой Отечественной войны наших земляков, и героев дружеников тыла. Особое внимание уделили и героям нашего времени, участникам спецоперации. Ветераны предложили задействовать их в школьных занятиях по начальной военной подготовке, которые начнут проводить в образовательных учреждениях страны с нового учебного года. Кто, как не наши военнослужащие, смогут рассказать о самых главных ценностях, патриотизме, настоящих подвигах во имя Родины. А в организации занятий и в подготовке спикеров ветераны готовы помочь и сами. Дар говорить не у каждого есть. Но если будет создана такая бригада, я готова помочь в составлении текста. Для меня это нетрудно. И я это сделаю с огромным удовольствием. Предоставьте мне только ребят, а я уж из них сделаю ажатору. Артем Сдунов поручил руководителю Госкомитета по делам молодежи республики приглашать на все события для молодых людей, участников спецоперации. Вместе с тем, взаимодействовать и с ветеранами. Также на встрече поговорили о развитии кадетского движения в Мордовии. Отметили важность и актуальность этого объединения. Еще одно поручение главы региона касалось подбора помещения для создания центра досуга для пожилых людей в Саранске. Эту проблему обозначили на встрече. Артем Сдунов отметил поставить задачу лично перед председателем правительства Мордовии. В завершении глава республики поблагодарил ветеранов за участие и помощь в проведении событий и акций, приуроченных к 9 мая. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Экспозиция, которая просто не может оставить равнодушным, с особой силой и энергетикой. 5 мая в Республиканском краеведческом музее имени Воронина состоялось открытие выставки «Жены героев. Семьи героев». В ней представлены уникальные фотоснимки родных и близких участников спецоперации из Мордовии, которые присоединились к федеральному проекту. Юлия Мамаева и Станислав Семин расскажут подробности. За каждым сильным мужчиной всегда стоит по-настоящему сильная женщина. Мама, жена, сестра, дочка. Главная опора и поддержка. Самый надежный тыл. Фотовыставка собрала по-настоящему уникальные работы, ведь за каждым снимком своя история. Но все они о бесконечной, невероятно сильной любви и вере. Эти фотографии – результат двух полноценных фотосессий, которые состоялись в рамках федерального проекта «Жены героев». К нему Мордовия присоединилась этой весной. Очень хорошо проходил проект. Душевно. Каждая женщина хотела поддержать своего родного человека, прежде всего. Оказать поддержку, передать частичку тепла души через свою фотографию. Кроме того, в нашем проекте были еще и женщины, которые потеряли своих близких. Таким образом, они выразили память, оставили память о своем родном человеке, которого рядом уже, к сожалению, нет. Мы выражаем огромную благодарность фотографу и видеографу Евгению Козлову, нашим девочкам-визажистам и парикмахерам, которые приняли участие в проекте. На открытии фото-выставки в Краевеческом музее в адрес матерей и жен героев Отечества звучали только самые добрые слова, искреннее восхищение их силой духа. Своё видеоприветствие направила и автор федерального проекта Екатерина Колотовникова, супруга военнослужащего из Самарской области. Поздравить и выразить благодарность женщинам Мордовии пришел и уже известный в республике участник спецоперации – военный скрипач. Еще одна важная часть проекта – создание видеоролика. В нем женщины в очередной раз обратились к своим единственным и самым любимым, посвятили им самые проникновенные строки. Твоя любовь ценнее всех подарков. Не нужно мне ни злато, ни цветов. Подарок, когда со мною рядом. Твое дыхание, твоя любовь. Любимый, ты опора и защита нашей семьи. С тобой не страшно смотреть в будущее. Ты мой герой. Ты половинка, без которой нет меня. Я люблю тебя. Для самих женщин участие в фотопроекте стало чем-то особенным. Он по-настоящему их объединил. Теперь все общаются между собой, поддерживают и подбадривают друг друга. Именно это и дано женщине – ждать, верить, любить. И то, как мы их настраиваем, так они и проводят эту службу. Мы просто настраивали, я, муж, сестра, настраивали, что ты победитель, все получится. Гордимся тем, что наши дети, наши мужья, братья, они защищают нашу страну, нашу Родину. Потому что Родина, она от слова род, это твой род, это твоя земля, это очень много значит. И как раз выставка, она и показала то, что мы гордимся, что мы русские, что мы живем в России. Особенно символично и важно, что фотовыставка открылась в Краеведческом музее в преддверии самого священного для России праздника – Дня Победы. В ближайшие дни экспозицию смогут увидеть все желающие. Большое значение выставка имеет для защитников Отечества. С передовой они передают слова благодарности своим таким красивым и милым, но вместе с тем таким сильным – женщинам. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Забы вчера. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Спасибо за победу. В преддверии 9 мая все россияне говорят ветеранам. В нашей республике творцов Победы осталось всего 47. Они заслуживают особого внимания. В гости Григорию Корнелаеву за несколько дней до Великого праздника пришли сторонники партии «Единая Россия». Самое ценное то, что у нас есть эта возможность пообщаться с такими великими людьми, нашими героями, которые ковали для нас эту победу, благодаря которым мы, собственно, сейчас живем, развиваемся. И самое важное, что мы имеем возможность учиться у них любить свою родину, любить свою жизнь. Григорий Степанович Корнелаев уже ждет гостей. Анини с пустыми руками подарок и цветы – знак внимания и способ поблагодарить героя за Великую Победу. Спасибо вам большое. Крепкого вам здоровья, счастья личного. Пусть у ваших детей и внуков все будет хорошо, потому что это, наверное, самый большой подарок для любого деда. Знать, что у него все прекрасно у внуков. А если у внуков все хорошо, значит и у их родителей все хорошо. Поэтому пусть ваша жизнь будет полная чаша. Спасибо вам за нашу победу. Я, в свою очередь, благодарен вам за ваше внимание и за то, что вы, как Единая партия, Единая Россия, не забываете о нас, ветеранах. Григорий Степанович Корнелаев войну застал в родной деревне Акшина с Рузаевского района. Его мать участвовала в строительстве сурского рубежа. Когда будущему герою исполнилось 17 лет, он поступил в Третье военно-морское училище. Оно тогда дислоцировалось в Саранске. В 1944 году был распределен в штурмовой авиационный полк военно-воздушных сил Черноморского флота и отправился в Запорожье. Там начиналась одесская операция. В этой операции я принимал участие. Были очень жестокие бои, кровопролитные бои. Но наши вооруженные силы к тому времени окрепли. У них появилось значительно больше всякого оружия. А авиация заняла господствующее положение в воздухе. У Григория Степановича много высоких наград, но самая ценная для него медаль Покрышкина. С великим летчиком ветеран был знаком лично и до сих пор тепло относится к поистине исторической фигуре. Повстречались два летчика как раз в Одессе. А вот победу Григорий Степанович встречал уже в составе военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. В 1945 году он участвовал в освобождении Южного Сахалина. После демобилизации началась партийная школа, а затем самоотверженная работа в органах внутренних дел. В отставку с должности замначальника штаба Корнелаев ушел в звании полковника спустя 30 лет службы. Сам он жалеет лишь об одном. Ему самому недолго довелось летать, а полеты снятся ветерану и по сей день. Будрость и офицерская выправка не выдают почтенного возраста. Григорию Степановичу недавно исполнилось 97 лет. Секрет на поверхности всю свою жизнь полковник Корнелаев придерживается здорового образа жизни. А сейчас каждый его день проходит по четкому распорядку. Встает Григорий Степанович рано, водные процедуры и сразу же физкультура. Начинаю заниматься физзарядкой, которую провожу в течение часа. Значит, она у меня уже отработана, все упражнения у меня изучены, они мне не вредят. Я с врачом советовался, она не запрещает мне этого делать. После этого, если надо, побриться, побреюсь, значит, и начинаю готовиться к завтраку. Вот, завтракаю, после этого в 11 часов, это у меня уже определенное время, слушаю, значит, радио, вести, и, значит, из Москвы и из Мордовии. Каждый вечер чтения. В основном наш герой предпочитает книги о войне и, конечно же, о летном искусстве. Перед сном снова зарядка. Григорий Степанович живет вместе с правнуком Максимом. О нем ветеран рассказывает с гордостью, вспоминает все достижения и отмечает, как молодой человек помогает ему в быту. Герой признается, с молодежью общаться любит. Для правнука всегда найдутся советы с высоты прожитых лет. Своим богатым опытом Григорий Степанович регулярно делится и со школьниками, студентами и молодыми сотрудниками правоохранительных органов. Патриотическое воспитание – важная часть жизни ветерана. У меня складывается такое впечатление, что молодежь сейчас, конечно, в сравнении с нашими, с нашей молодежью, нашего времени, значительно умнее, значительно грамотнее, значительно культурнее, значит, оперативнее все дела решают. День Победы Григорий Степанович ждет с нетерпением. На парад не пойдет, бережет силы и здоровье, но, конечно же, будет смотреть трансляцию дома. 9 мая – особенный день для каждого ветерана. У Григория Степановича в преддверии Великого Праздника для всех телезрителей нашлись особые и важные слова. Разрешите мне всех поздравить с праздником Великой Победы. Вот пожелать всем вам доброго здоровья, счастья и больших успехов. И боритесь за мир. Ирина Семенова, Александр Овчинников. Народные новости. Всеми силами приближали Победу и труженики тыла. Женщины, дети и старики выкладывались по полной, порой подрывали здоровье, чтобы обеспечить всем необходимым фронт и бойцов. Память об их поступках также должна жить в веках. К счастью, мы – поколение, заставшее многих ветеранов в живых. С одной из самоотверженных, тружениц тыла, мы готовы познакомить вас прямо сейчас. Тут все, не упомнишь, и года прошли большие у меня. Много времени прошло. На ее груди блестят ордена, а в памяти еще свежи воспоминания о тех непростых военных годах. Когда пришла война, маленькой Кате было 13. Жизнь девочки, как и миллионов соотечественников, мгновенно разделилась на до и после. Беззаботные школьные годы сменились тяжелым физическим трудом. Екатерина Яковлевна всеми силами помогала фронту, работала на военной базе, растила скот. Несмотря на все тяготы военного времени, совмещала работу и обучение. В голову ничего не шло нам. А что бы учились? В лечебной школе учились мы. По вечерам ходили. И все. Больше ничего. Что? Выйдешь на улицу, гоняют немцев. В военное время Екатерина Полозова застала в Саранске. Сама на фронте не была. Однако с солдатами из армии противника встречаться приходилось неоднократно. К сожалению, фотографий с тех лет у Екатерины Яковлевны не осталось. Но сохранилось не менее ценное воспоминание. Имя женщины очень часто делилось со своими детьми и внуками. По ее рассказам, на Невской, где они жили, там немцы якобы военнопленные копали окопы. Вот они их подкармливали, они их боялись. Родители, говорят, нас не пускали к ним. А они, говорят, родителям показывали фотографии, что вроде у нас там тоже семьи и все такое прочее. Ну, в общем, вот так вот. Тяжелая жизнь была. Из друзей, бок о бок, с которыми Екатерина Полозова ковала победу в ТЛУ, не осталось уже никого. Но вспоминает о них женщина с теплотой. В послевоенное время жизнь шла своим чередом. Екатерина Яковлевна также жила в Саранске. Работала на хлебозаводе, воспитывала детей. Внесла свой вклад и в воспитание страны, и в ее будущее. В преддверии 78-й годовщины победы в гости к ветерану пришли юные патриоты, дошколята. Они от души поздравили Екатерину Яковлевну с предстоящим праздником. Мирного неба над головой, чтобы все было спокойно, радостно. Держите вам вот цветы, и вот вам угощение. Дарья Боронина, Сергей Кувакин. Народные новости. Поздравляли почти всем городом. За несколько дней до праздника Великой Победы в Ковылкино прошел парад в честь ветерана Великой Отечественной войны Василия Ермолаевича Воробьева. Настоящий парад прямо у подъезда с гордостью. За молодое поколение Василий Ермолаевич Воробьев смотрит на кадетов, юнормейцев и других школьников, которые собрались у дома ветерана, чтобы сказать ему самые главные слова. Спасибо деду за победу, за мир, принесенный в далеком победном 1945 году. Мы благодарны вам за то, что вы храните память о страшных годах Великой Отечественной войны и передаете эту память потомкам. Уважаемый Василий Ермолаевич, мы хотим сказать вам спасибо за возможность, за наше счастливое настоящее. Уходя на фронт, он и сам был таким же юным патриотом своей страны. Долг родине Василий Ермолаевич отдавал в боях на Дальнем Востоке. Сейчас ветерану 95 лет, но бодрость духа и любовь к жизни при нем силы придает главное богатство – семья. У Василия Ермолаевича и его любимой супруги Александры Семеновны, с которой вместе они прожили 65 лет, шестеро детей, восемь внуков и семь правнуков. Не забывают о герое и земляки, поздравляли его и от Совета ветеранов, и от местного отделения партии «Единая Россия», и от администрации Ковылкинского района. Вы человек, благодаря которому мы сегодня радуемся солнечным дням, строим планы на будущее, мечтаем. Вы отдали свою молодость, свою жизнь для восстановления нашей страны после разрухи. Вы люди той эпохи, которые уже стали легендами. Готовясь к этому празднику, изучая Вашу историю, я для себя выяснила, что оказывается, Вы мой земляк. Мы с Вами с одной деревни, и Вы на фронте воевали вместе с моим дедом. Теплые и искренние слова благодарности – лучшая награда для ветерана. Ну и какой парад без главной песни Великого праздника. Специально для Василия Ермолаевича все собравшиеся исполнили легендарный День Победы. У ветерана на глазах слезы. Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, вновь зелом мы пробежатся в Поросе. О, Европы! Прошагали полземли, этот день мы приближали как могли, этот день Победы. Ирина Семенова, Максим Бикеев, Народные новости, Ковылкинский район. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украшен. Это заслуга учеников и их учителей. Под потолком бумажные голуби – символ мира и счастья. В детском саду номер 36 на стеклах теперь портреты тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу. Добавили и красок, ведь День Победы – праздник героического подвига нашего народа. Краеведческий музей тоже теперь с расписными окнами. Помощь в этом оказали школьники, активисты движения первых. Ребята вооружились красками и дали простор творчеству и патриотизму. Помогая друг другу, они старательно выводили рисунки. Для школьников это не просто самовыражение. Способ отдать дань уважения творцам Великой Победы. Я думаю, участвовал в этой акции, мы чтим память наших предков. Мой дедушка Сейфулов Айсан Айлевич тоже участвовал в Великой Азербайджанной войне. Его призвали на фонд на 1941 году. Я думаю, если бы он был жив, он бы очень гордился нами. Мордовский госуниверситет тоже присоединился к акции. Студенты к этому подошли ответственно, ведь главная цель – напомнить всем о Великой Победе, о великой цене, которую пришлось за нее заплатить. А также обо всех, кто на фронте или в тылу внес лепту в общее дело. В семье каждого из нас есть люди, которые участвовали в войне. И их нужно помнить, их нельзя забывать. Поэтому они по сей день остаются в наших сердцах. Дома, а точнее свои окошки, украшают сами жители, окна Победы оформляют всей семьей. Каждый на свой вкус и нет ни одного похожего. Журавли, голуби, вечный огонь, триколор, салют и важная дата – 9 мая. Еще одна из самых популярных акций – Георгиевская лента. В Ордатовском районе к ней присоединились юноармейцы. Они раздавали символ Победы прохожим. В центре образования Тавла организовали бессмертный полк, и к нему присоединились 80 классов, 2500 учеников и больше 120 учителей. Для каждого в школе это важно. Мы быстро организовались, сфотографировались. Очень было приятно, что ребята настолько отнеслись правильно к этому, настолько трепетно, и каждая со своим родственником, со своим героем пришел на фотографирование. В течение дня мы это очень быстро сделали, чтобы не нарушать уроки на переменах. Ребята выбирали локации по школе, чтобы как-то интересно все это просматривалось. Музей военного и трудового подвига в рамках проекта «Бессмертный полк» публикуют сведения о героях тех лет. Присоединиться к этой инициативе может любой, нужно только предоставить информацию об участниках Великой Отечественной войны на почту музея или через социальные сети. Ну и куда же без творчества? Маленькие патриоты говорят о войне и победе стихами. В каждой из них они вкладывают частицу своей души. Мир и дружба всем нужны, мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Верверк летают в небо, просыпаясь там и тут. Есть еще одна уже традиционная акция «Песни Победы». Школьники из разных школ республики поют патриотические песни и передают такую необычную эстафету друг другу. Ученики Розаевской школы приняли ее от Рамадановского района. В своем исполнении представили в формате видеокомпозицию «Темная ночь». Темную ночь, прелюбимая знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Знакомую всем песню «Нам нужна одна победа» исполнили ученики Центра образования Тавла. Помимо этого, ребята подготовили замечательное художественное видео, в котором отлично переплелись композиции о тех годах и школьная жизнь современных учеников. «Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилено. Сомнения прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон». Как уже было сказано, республика участвует во многих проектах, а также создает свои. Например, у библиотеки имени Пушкина действует онлайн-проект «Голоса родной земли». И принимают в ней участие не только дети, но и взрослые. Произведения разные. Но все они тесно связаны с нашей Родиной. «И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война. Как бескорыстие действенное жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушима. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима». День Победы навеки в наших сердцах – это дата, повод для бесконечной гордости и безграничного уважения, символ героизма и мужества. О его значимости юные россияне узнают с самого детства, с удовольствием участвуют во всевозможных акциях и растут настоящими патриотами своей страны. Валерия Новикова, Сергей Соколов, Станислав Семин – Народные новости. К знаменательной дате причастные малыши. Начиная с дошкольного возраста, они принимают участие в самых разных акциях и событиях. Старательно готовят концерты к Дню Победы. А в 82-м детском саду Саранска 5 мая открылся целый музей, посвященный Великой Отечественной войне. В числе первых посетителей были Дарья Баронина и Сергей Соколов. О героях былых времен. Небольшая по своим масштабам, но очень важная и ценная по содержанию экспозиция мини-музея разделена на три части. Блиндаж, блокадный Ленинград и детский сад во время войны. Очень просто и наглядно своим юным посетителям музей рассказывает о том, как простые бытовые вещи изменились с приходом войны. Несмотря на тяготы того времени, советские люди продолжали жить. Коллекция предметов и вещей собиралась буквально по крупицам. То, что сегодня девчонки и мальчишки могут увидеть в стенах этого музея – результат кропотливой работы, которая на протяжении нескольких лет проводилась сотрудниками детского сада. Вся история создания нашего музея началась именно с этой книги. В 2015 году мы начали реализовывать проект «Спасибо прадеду за победу». Экспонаты, которые представлены в нашем музее, переданы нам детьми, участников Великой Отечественной войны. Это и личные вещи, это и награды. Неспроста этот проект также заработал. Это связано с тем, что этот год обозначен годом педагога и наставника. И нам очень важно знать, чем жили педагоги в годы войны. Рассказать о боевых подвигах героев и помочь детям вырасти настоящими патриотами – одна из главных задач педагогов. Сотрудники детских садов с нею сталкиваются первыми. Ведь под чуткой оку наставников дошколята попадают совсем малышами. Именно они закладывают в юные души основу традиционных ценностей. В этой жизни самое главное – это мир над землей. И мы не должны забывать подвигов наших отцов и дедов. И мы должны воспитать патриотическую личность в каждом ребенке. А память должна быть везде у нас. И вот, начиная с детского сада, дальше будем мы продолжать это обучение уже в школьные годы. Лучший способ научить чему-то – показать наглядно. На протяжении нескольких месяцев ребята вместе с педагогами готовились к концерту. Выступали на котором тоже вместе. Песни, танцы и стихи. Все номера посвящены одной из самых важных дат в истории страны – Дню Победы. Лиричные номера тронули всех присутствующих. Также во время торжественной части почетные гости вместе с воспитанниками разрезали красную ленту. В знак того, что теперь на территории детского сада официально открыт музей. Дарья Боронина, Сергей Соколов. Народные новости. О героях Великой Отечественной, о воинах-интернационалистах, бойцах специальной военной операции не только. Защитников Отечества разного времени объединили в интерактивную выставку «Герои войны». Она включила в себя портреты около 300 уроженцев Мордовии. Подробности далее. Строки о настоящих героях и защитниках Отечества звучат у Мемориального музея военного и трудового подвига. Стихи о войне по очереди читают ученики 39-й школы. Все для того, чтобы помнили, все для того, чтобы не забывали. С такого флешмоба стартовало открытие интерактивной выставки «Герои войны». Это в рамках проходит проекта «Жизнь после войны» программы реабилитации ЗОВ, поддержанного фондом президентских грантов. И также при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. Организаторы у нас выступают. Это региональная организация Ассамблеи народов России, Российский союз ветеранов Афганистана, национальный исследовательский Мордовский государственный университет. При составлении выставки использовались материалы из архива Мемориального музея военного и трудового подвига, архива МВД. Также портреты своих героев предоставила команда проекта. Всего более трех сотен фотографий уроженцев Мордовии. Среди них герои Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, участники специальной военной операции. Первыми зрителями интерактивной выставки стали студенты и школьники. Понравилось. Было приятно посмотреть на фотографию тех, кто воевал из нашего региона, встречались с знакомыми лицами. Проект презентовали перед праздником Великой Победы. Для Марины Агеевой, как и для многих жителей республики, 9 мая особенная дата. В их семье есть свой герой. Прадедушка его звали Савкин Михаил Алексеевич. Он родился в 1921 году. Он служился до звания старшины. У него два ордена Красной Звезды и медаль за победу над Германией Великой Отечественной войной. Он дошел до Берлина и вернулся живым с войны. Выставку постепенно будут дополнять. Подключиться смогут все желающие. Бессмертного полка в привычном формате в этом году не будет. И эта выставка – альтернатива полюбившейся акции и возможность увековечить память героев. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. Не остались в стороне от подготовки к Великому празднику и сотрудники МВД. В преддверии 9 мая они отдали дань памяти героическим предкам. Бессмертный полк в новом формате. Георгиевские ленточки. Возложение цветов и начало пути нового поколения офицеров. День 5 мая для стражей порядка был насыщен патриотическими акциями. Массового шествия не будет, но бессмертный полк жив. К большой и важной акции в новом формате присоединились и полицейские. Сотрудники дежурной части и патрульно-постовой службы, инспекторы ГИБДД и кинологи разместили портреты героев на служебных и личных автомобилях. На фото сотрудники органов внутренних дел. Все они прошли войну, все они герои Советского Союза. Но у каждого своя история. Бабков Виктор Николаевич родился 24 апреля 1926 года в городе Саранске. Осенью 1943 года 17-летним парнем добровольно ушел на фронт. Разведчик взвода пешей разведки 609-й стрелкового полка Ефрейта Бабков 15 июля 1944 года, переправляясь через реку Неман у деревни Ковши, участвовал в бою за плацдар. Закрепившись на западном берегу, он в течение суток раненым отбивался от яростных контратак врага и прочно удерживал рубеж. Получив приказ донесения командиру полка в плафе под огнем, противник преодолел реку Неман и доставил донесение в срок. При этом Ефрейта Бабков получил два тяжелых ранения в живот и в голову. К октябрю 1944 года старший лейтенант Илья Фролов командовал ротой 945-го стрелкового полка, участвовал в сражениях на территории Литовской ССР. 8 октября 1944 года под городом Юрборкаст Фролов поднял свою роту в атаку и, прорвав немецкую оборону, она ворвалась в город. На следующий день рота успешно переправилась через Неман и закрепилась на его берегу, отразив большое количество немецких контратак. В этом бою старший лейтенант Фролов погиб. Павлов Петр Трофимович родился 15 ноября 1917 года в селе Малышево, командир мотострелковой роты 52-й гвардейской танковой бригады. Гвардии лейтенант Павлов отличился в боях за освобождение города Фастов в Киевской области. В ночь на 7 ноября 1943 года рота Павлова первая пришла к шоссе Киев-Житомир и перерезала его. Наступая в авангарде батальона, Павлов со своей ротой первым пошел в атаку на село Заборье и очистил его от гитлеровцев. Шпагин Василий Никифорович родился 19 января 1913 года в селе Ефаево, ныне Корслободский район. Сержант Шпагин отличался при форсировании Вислы и захвате Сандомирского плацдарма. 30 июля 1944 года в составе штурмовой группы переплавился на левый берег у населенного пункта Лонжа в Польше и вступил в неравный бубой с превосходящими силами противника. При отражении контратак противника его орудие уничтожило два танка и значительное количество живой силы противника. Еще один способ отдать дань памяти героическим предкам – возложение цветов к стеле памяти у здания республиканского МВД. Оно также прошло в преддверии 78-й годовщины Победы. Молодые сотрудники в торжественной обстановке принесли присягу. Клятву верности родной стране дали пятеро офицеров. Успехов в службе на страже закона и порядка полицейским пожелало руководство МВД, а также члены общественного совета при ведомстве. Кроме того, в этот же день сотрудники госавтоинспекции Мордовии вместе с общественниками присоединились к акции «Георгиевская ленточка». Участников дорожного движения останавливали не для того, чтобы оштрафовать, а чтобы поздравить с наступающим праздником и вручить им символ Победы. Каждому рассказали о истории возникновения «Георгиевской ленты», а также в очередной раз уделили внимание важности соблюдения правил дорожного движения. Мы напоминаем водителям о замечательном празднике, который предстоит, и, конечно же, о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о множестве рейдов, которые будут проведены в праздничные и выходные дни. Кроме этого, обращаемся к водителям с просьбой быть аккуратными и внимательными за рулем, ну и, конечно же, поздравляем замечательных праздников Победы. Ирина Семенова, Народные новости. Вечная память и слава героям. Бессмертный полк в этом году поменял свой формат. Однако ученики и педагоги 20-й гимназии Саранска нашли способ провести свой маленький бессмертный полк. Подробности в сюжете. Для 20-й гимназии и всех ее воспитанников и наставников 9 мая день совершенно особенный. Ведь учебное заведение не зря носит имя Героя Советского Союза Вениамина Миронова. За 11 лет работы в этом здании он воспитал целое поколение тех, чьей профессией стала Родину защищать. Именно памяти героя было решено посвятить эту предпраздничную акцию. И для меня очень важно, чтобы сердца наших учеников, их душа затрепетала от величия этого праздника. Мы проводили очень много мероприятий, но это, мне кажется, недостаточно, пока мы не соберем всю школу воедино. И вот мне нужно, чтобы у нас было чувство локтя, было чувство великого праздника, священного праздника. И это возникает только, когда мы проводим большое и массовое мероприятие. Приглашенным гостем стал выпускник гимназии 1979 года, который учился у самого Вениамина Миронова, Павел Феофанов. Во вступительной речи он поздравил всех с предстоящим праздником и напомнил о его важности. В бессмертном полку участвовало 200 учеников гимназии. Они представляли героев своих семей в то время, как школьный хор исполнял главную песню приближающегося праздника – День Победы. Несмотря на юный возраст, каждый школьник уже осознает всю ценность и значимость 9 мая для каждого из нас. Они помнят, а самое главное – гордятся своими героями. Это мои два прапрадедушки – Коротков Михаил Иванович и Коротков Алексей Иванович. Один был кадровым военным, а другой на следующее утро после выпускного вечера был призван на войну. Они получили, заслужили много орденов и медалей. Я тоже часть бессмертного полка и считаю очень важно и правильно помнить этот великий подвиг наших предков и быть благодарным им за наше будущее и настоящее. За не слишком долгим, но ярким и глубоко символичным событием наблюдали учителя, ученики гимназии, родители школьников. Прохожие тоже обратили внимание на торжество, и каждый из присутствующих, несомненно, унес в своем сердце частичку праздничного настроения. Анастасия Кулагина, Владимир Надькин. Народные новости. В Мордовии подвели итоги конкурса среди школьников на знание темы органической продукции. Республика вошла в число пилотных регионов, где дети в течение года получали знания об органических продуктах и способах их выращивания. Всего участия в конкурсе приняли 159 школьников. 4 мая в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло торжественное награждение победителей и лауреатов. Новый предмет в расписании учеников восьми школ Мордовии появился с 1 сентября прошлого года. Ребята изучали, что такое органическая продукция, в чем ее польза и отличие от синтетической. Полученные навыки школьники продемонстрировали в конкурсе на знание темы органической продукции. Авторов лучших работ наградили в республиканском Минсельхозе. Надеюсь, что те дети, а их все-таки 159 человек принимали участие в этом конкурсе, проникнут не только самой идеей органической продукции, но и захотят понять, как она производится, заинтересуются этим и придут в нашу отрасль. И могут не только в качестве производителей, но и в качестве исследователей, которые расскажут и откроют новый горизонт в этом направлении. Конкурс прошел по двум возрастным категориям. Ученики с 5 по 7 класс составляли азбуку органики, писали определения к органическим терминам и придумывали к ним иллюстрации. Первое место заняли шестиклассники из Большей Игнатовской школы Алена Ермушева и Роман Пахомов. Ученики 8 и 9 классов в рамках конкурса писали эссе. Лучший креативный подход к нему показала восьмиклассница Ольга Поросенкова из 39 школы Саранска. В этой номинации она стала победителем. Я изучила предоставленные материалы и написала эссе на тему органической продукции. Там также я упомянула Мордовию, в которой также производятся некоторые органические продукции. Мы очень долго ждали этого награждения. Я думаю, что эмоции будут только позитивные, и я рада, что выиграла этот конкурс. Помимо теоретических занятий, школьники Мордовии смогли увидеть, как и где выращивают органическую продукцию. Ребята выезжали с экскурсиями на Биосферу. Это один из семи производителей органических продуктов питания с соответствующим сертификатом в республике. Такие экскурсии полезны не только школьникам, но и производству. Ведь среди нынешних учеников могут оказаться будущие его сотрудники. Мы их, безусловно, ждем. Одной из самых главных наших задач, я считаю, это вдохновить ребят на то, чтобы они занялись сельским хозяйством. И, конечно, занялись не просто сельским хозяйством, а органическим земледелием, животноводством и другими видами органической продукции. Мы готовы, безусловно, профинансировать такие проекты. Любые идеи, любые креативные идеи молодых ребят в их исследованиях, в школьных исследованиях, или, может быть, когда они поступят в университет, их дипломных работ в области органики. Конкурс для школьников организовал фонд «Органика». Мордовия вошла в число четырех регионов, где был реализован проект. Идея внедрения его в школы поддержала руководство республики, предприятия и компании. Ведь забота об экологии и здоровье людей – тема, не теряющая актуальность. Когда возникла идея такой конкурса, конечно же, она нами была поддержана. И все такие направления мы будем и дальше поддерживать, и развивать. Лучшие работы школьников Мордовии по итогам конкурса войдут в «Азбуку органики» и «Альманах органики». Однако изучение темы органической продукции на этом не закончится. На церемонии награждения было объявлено о запуске нового проекта. Мы надеемся в следующем году прийти в республику с проектом, который будет связан с развитием приусадебных участков школ. Что, на мой взгляд, это, во-первых, актуально и интересно с точки зрения как исследовательский проект, и как практическое приложение сил с точки зрения попробовать себя уже непосредственно в органическом, пускай малом, но производстве. Кроме этого, в следующем учебном году конкурс на знание темы органической продукции снова вернется в школы Мордовии и охватит еще больше учеников. Ирина Радайкина, Владимир Надькин. Народные новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день мы подвели в администрацию городского Когасаранск уже шестой рейтинг. Он подводится ежеквартально. И можно сделать определенные итоги не только по рейтингу, но и, так скажем, о той пользе, которую он все-таки оказывает и самой администрации, и жителям города Саранска. В рейтинге участвовала 61 компания. Итоги, в принципе, неплохие. Двиги определенные есть. И мы просто явно видим, что компания старается улучшить свои результаты. Похвастаться благоустройством как внутри, так и снаружи может далеко не каждый дом. И это не всегда вопрос финансирования. Имеет значение и человеческий фактор, в частности, домовые комитеты. От них очень многое зависит. Если они работают по старинке, скажем так, как они 20 лет назад работу начинали, они продолжают в том же духе. Вот такое впечатление, что им дали пожизненную добавку к зарплате и к пенсии. Они в том же духе и работают. Если даже можно назвать это работой. Проявить инициативу, чтобы дом и двор стали лучше и чище, главная задача домкома. Справляются с ней не все. Однако есть и положительные примеры. Они доказывают, при активном взаимодействии двух сторон можно достичь положительных результатов. Даже если речь не о новостройках. Я являюсь председателем Совета ТСЖ Сущенского 20. Это уже старый район Химаша. Мы отремонтировали фундамент нашего дома. Сейчас мы ведем в этом году работы по входной группе. Мы сейчас за счет целевого сбора жильцами будем устанавливать видеокамеры. Потому что в старых домах это проблема. В новых домах везде есть камеры, а в наших нет. И поэтому мы здесь работаем уже вместе. У нас деятельность осуществляется на постоянной основе. Через домовые чаты, в том числе. Через личное общение. В основном вопросы приходят по домовому имуществу. Чем как раз и домком. За что он ответственен. Соответственно у нас очень тесное взаимодействие с управляющей компанией. За это отдельное спасибо. Домком это профессия и призвание и состояние души. А еще это работа. Довольно тяжелый и ответственный труд. Со стороны жильцов важно ее оплачивать. А со стороны домкома добросовестно выполнять свои обязанности. И наши сегодняшние герои яркое тому подтверждение. Дарья Боронина, Владимир Надькин, Народные новости. В Мордовии успешно развивается экологическое воспитание школьников. Масштабную программу просветительской работы с детьми, формирование экологической компетенции школьников реализует региональный оператор по обращению с отходами Римонди Саранск. Для учеников Рамадановской школы номер один региональный оператор Римондис организовал интересный и познавательный научно-практический эко-урок о раздельном сборе и вторичной переработке отходов. В прошлом году на базе Рамадановской школы был создан экологический отряд ЭКОЛЯТА. Цель его работы – формирование экологической компетенции школьников, забота об окружающей среде в Рамадановском районе Мордовии. И ЭКОЛЯТА уже занимается конкретной природоохранной работой. Они активно участвуют во Всероссийской эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки», которая была инициирована в Мордовии год назад региональным оператором Римондис. Ребята привезли и передали на утилизацию собранные ими крышки от пластиковых бутылок. Выручка от них будет направлена на приобретение инвалидных колясок и реабилитационной техники детям-инвалидам из приемных семей. И меньше пластика будет загрязнять окружающую среду. Также дети передали на утилизацию собранные ими батарейки – проект, который активно реализует в Мордовии детская экологическая организация «Зеленый мир». Вы большие молодцы, потому что батарейки – это такой тип отходов, которые необходимо правильно перерабатывать, потому что батарейка разлагается очень долго и очень сильно загрязняет почву. Экалята из Рамаданова знают, если упаковку из пластика, картона и металла собирать отдельно от прочего мусора, она отправится на вторичную переработку и не будет загрязнять почву и воздух. В прошедшие выходные мы с ребятами решили сделать нашу жизнь чище и договорились собрать мусор, который накопился в наших домах. Мы не просто собирали мусор, а сортировали его. Региональный оператор подготовил интересную информацию о том, как организована работа по ежедневному сбору и вывозу отходов во всех районах и населенных пунктах Мордовии. Дети узнали, что в Саранске создана одна из лучших систем в стране по раздельному сбору мусора. На всех контейнерных площадках в столице Мордовии установлены четыре вида контейнеров – для картона, эмакулатуры, пластика, стекла и смешанного мусора. С этого года раздельный сбор отходов начинают внедрять и в районах республики. Ребятам рассказали в увлекательной форме, почему важно разделять отходы и собирать дома пластик, картон, стекло отдельно от пищевых отходов и прочего мусора. Попадая на мусорный полигон, упаковка будет долго загрязнять нашу окружающую среду. Бумага разлагается в земле более пяти лет, пластиковые бутылки – более пятисот, а стекло – более тысячи. Поэтому важно собирать упаковку отдельно и складывать в контейнеры для раздельного сбора. Затем ребят поближе познакомили с работой регионального оператора по обращению с отходами в Мордовии. Отдел логистики отвечает за формирование и управление маршрутными графиками мусоровозов для ежедневного вывоза более 17 тысяч контейнеров с коммунальными отходами во всех населенных пунктах республики. Чтобы мусоровозы ежедневно без перебоев могли собирать отходы со всех контейнерных площадок, их необходимо каждый день обслуживать и ремонтировать. А каждый мусоровоз после рабочей смены обязательно моют специальным шампунем, чтобы на следующий день он приезжал чистый на контейнерные площадки города. Поухаживать за машиной предложили и юным экологам. Все желающие смогли помыть мусоровоз. Ремонтис передал рамадановской школе интересные материалы, книги и настольные игры о раздельном сборе и переработке отходов. Эта книга, хоть она и называется «Водители мусоровозов», но здесь также очень интересно рассказано про переработку различных видов упаковки и вообще различных видов материалов. И это очень интересная настольная игра про раздельный сбор. Надеемся, что вы будете активно использовать эти материалы. Пожалуйста. Теперь экологический отряд «Эколята» будет и другим школьникам в Рамаданово рассказывать об этой важной задаче. И, конечно, ребятам показали, как на линии сортировки «Ремонтис» сортируют раздельно собранные отходы по видам материалов. И «Калятам» было интересно узнать, что все растительные отходы в Саранске, срезанные ветки, деревья, теперь отвозят не на полигон, а на утилизацию на линию компостирования. Здесь ветки измельчаются, укладываются в бурты, после четырех месяцев созревания просеиваются и превращаются в полезное органическое удобрение – компост. Оно улучшает плодородие почвы, способствует хорошему росту растений. Большие объемы стекла, которые жители Саранска собирают в специальные контейнеры, теперь тоже отправят на вторичную переработку. Собранное раздельное стекло уже не попадет на полигон, а превратится в новые бутылки и банки. Рамадановские школьники узнали и увидели на практике много интересного – про важность раздельного сбора отходов. Теперь картон, пластик, стекло после раздельного сбора и сортировки стали уже ценным сырьем, из которого будут произведены новые полезные товары и продукты. А разделяя отходы, мы сохраняем природные ресурсы и уменьшаем загрязнение отходами нашей окружающей среды. Ирина Радайкина, Владимир Надькин. Народные новости. Главный праздник весны все ближе и ближе. С каждым днем событий и акции, которые посвящены 9 мая, все больше. 4 мая создать праздничное настроение и подарить зрителям положительные эмоции решили артисты. В Саранске прошел концерт «За победу встанем». Победа, победа, мы верили, мы с нами победим. Песня – важная часть культурного наследия и зеркало души. Песня помогает поделиться радостью и пережить горе, вдохновляет, согревает душу. В годы Великой Отечественной она играла еще одну важную роль, помогала поднять боевой дух бойцов и всего народа. В память о героях и их подвигах 4 мая в зале РДК звучали любимые всеми композиции. Там прошел концерт «За победу встанем». Легендарные «Катюши» до Дня Победы, все это у нас есть, и мы будем это беречь и нести в народ. И как показывает все-таки практика, и более старшее поколение, и молодежь, они поют эти песни, любят их. Синтез и военных лет, и нынешнего времени, все это вы увидите в наших концертах. На сцене и давние любимцы публики, и начинающие артисты, все они прославляют героизм воинов и тружеников тыла. Отдельное место заняли современные композиции, они посвящены бойцам специальной военной операции. Как и во времена Великой Отечественной войны, песни и сейчас ободряют и вдохновляют, придают сил и веру в победу. Яркий пример – номер от детского коллектива, который посвящен 8-летнему мальчику Лёше. В интернете он стал известен как мальчик, который каждый день выбегает из дома, чтобы помахать бойцам СВО и военной технике. Каждый день Алёшка на посту Он встречает доблестные бойцов Шлема фон увидит зависту Как у славных дедов и отцов Шлема фон увидит зависту Каждый день Алёшка на посту Зрители с одинаковым удовольствием слушали и песни военных лет и современные композиции, ведь творцы Великой Победы и их потомки – герои СВО, и все мы, их современники – один народ. Память о подвигах и уважении к ним – священный долг каждого. Вообще эти мероприятия, что связаны с Днем Победы, необходимо посещать, поддерживать все акции, которые проводятся ко Дню Победы, поддерживать наших ветеранов. Нам доставляет удовольствие, особенно людям в возрасте, которые мы просто прекрасно себя чувствуем, а тем более от таких концертов сборных, особенно когда выступают наши мордовские ансамбли. Конечно, патриотизм, так как мы родились в СССР, родина – это все, ну как сказать, все наше родное. В школе изучали, 9 мая – это праздник всей страны. Накануне Дня Победы почтить память предков и отдать дань уважения героизму современников – естественный душевный порыв. Проникнуться атмосферой совершенно особенного праздника – праздника гордости и отваги, чести и доблести самого значимого дня в году – очень сильно помогает обширная культурная программа. И концерты «За Победу встанем» – одно из самых ярких ее событий. Анастасия Кулагина, Сергей Соколов, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.